Итак, вы говорите, что люди позволяют себя обманывать в том, что касается конфиденциальности их данных. Мы приносим домой Алексу, платим за то, чтобы носить камеру у себя в кармане. Я думаю, что для среднестатистического человека, не подкованного технически, все это не похоже на сделку о конфиденциальности. Это скорее просто более совершенное предоставление услуг. Если поместить лягушку в кипящую воду, она оттуда выпрыгнет. Но если положить лягушку в холодную воду и постепенно нагревать ее, то лягушка сварится. Мы не понимаем, что продаем свою конфиденциальность. Мы просто заводим больше друзей на Facebook. Многим людям на этой конференции нравится идея, что у нас появятся более удобные и увлекательные приложения, игры и услуги. Можно сказать, что биткоин — это ранняя версия децентрализованного PayPal, но есть и другие, более причудливые и веселые вещи. Например, о криптокотике. Вы слышали о криптокотиках, Эд? Да. У вас есть несколько криптокотят, не так ли? Конечно же нет! Но я знаю людей, у которых они есть. Идея заключается в том, что мы можем предоставлять услуги, которые будут более интересными и важными для людей. Например, деньги, а не просто разговоры, предметы коллекционирования, обеспечивающие взаимосвязь, а не просто возможность посещать веб-сайты через Тор. Возможно, это и мотивирует людей на использование новых систем, которые сложнее, чем привычные централизованные стороны. Например, использовать Тор достаточно сложно. Еще один подход заключается в улучшении пользовательского интерфейса. Протокол мессенджера-сигнал лучше, чем GPG. Обеспечивают ли они одинаковую степень безопасности? Трудно сказать. Но сегодня все больше людей используют мессенджер-сигнал. Что бы вы сказали сообществу разработчиков, которые хотят создавать децентрализованные приложения? Что вы скажете о недостатках или преимуществах этого подхода? И считаете ли вы, что мы постепенно можем устранить Амазон или Гугл из этого уравнения, превратив их в такие протоколы, как Биткоин или Эфириум? Да, то, о чем мы говорим, — это разговоры о мечтах. Открытое общество зависит от концепции конфиденциальности. Люди говорят, что если вам нечего скрывать, то вас это не должно беспокоить. Но полагать, что о конфиденциальности не нужно заботиться, если тебе нечего скрывать, это то же самое, что не беспокоиться о свободе слова, потому что тебе нечего сказать. Мы не понимаем главного. Конфиденциальность связана не с тем, что нужно что-то скрывать. Конфиденциальность нужна для защиты. Это открытое общество, свободное общество, которое понимает ценность индивидуальности. Понимать, что эта ценность индивидуальности заключается в том, что мы все разные, что каждый из нас незаменим. Именно мнение меньшинства провоцирует прогресс. Если бы все думали одинаково, если бы все верили во что-то одно, если бы мы все придерживались единого мнения, то не было бы всей этой великолепной ереси против традиционной системы новых идей. Итак, что же это значит в контексте протоколов коммерции и децентрализации? Текущая проблема интернета заключается в том, что все наши транзакции безоговорочно связаны стандартом метода действий с нашей личностью. Вы платите за услуги интернета, используя свое настоящее имя, регистрируете подключение на ваш домашний адрес, вы делитесь личной платежной информацией. Все, что попадает в интернет-соединение, может привести к вам. Дело не в том, что вы покупаете книги на Amazon.com, а Джефф Безос хранит ваши данные в какой-то базе данных. Дело в тех, кто имеет доступ к информации о подключении к Amazon. Это может быть ваш поставщик услуг интернета, или кто угодно, кто может получить доступ к этой линии. Шифрование обеспечивает более высокий уровень защиты. Но пока наши транзакции в интернете привязаны к нашей личности, конфиденциальность отсутствует. Нам нужно изменить интернет-транзакции. Сейчас их можно сравнить с тем, как мы идем на заправку и покупаем бутылку воды с помощью кредитной карты. У нас должна быть возможность покупать воду наличными в любом месте без совершения транзакции. То же самое с нашими словами и интересами, которые в новом современном обществе должны быть так же неосязаемы, как и в любом поколении прошлого. Людям необходимо право быть забытыми, хранить свои идеи в безопасности. Это интересно. Если платить наличными, а не кредитной картой, то можно использовать автоматы, а не заправки. Наверное, вам не нужен человек. Да, в интернете существует множество громоздких заправок. Это поставщики услуг интернета, о которых вы говорили. Поставщики DNS, системы доменов, то, что соединяет адреса google.com с адресами сервера Google, сертификатные компании, которые они подтверждают, что да, это настоящий Google, а не подставное лицо, которое пытается украсть вашу личную информацию, так называемый клон. В этой сфере есть еще один проект, в рамках которого можно взять централизованные репозитории, которые по сути являются реестрами. Например, DNS — это просто реестр, сертификатная компания. Это тоже просто реестр. Надо превратить их в реестр наподобие биткоина. Думаю, что это одна из ключевых концепций, которые освещаются на блокстэк. Одна из ключевых концепций многих архитектур, которые создают присутствующие здесь люди. Считаете ли вы, что это хороший подход? Думаете ли вы, что этот подход может в следующие 20 лет принести больше пользы для защиты нашей конфиденциальности, чем другие альтернативные подходы? Альтернативные подходы подразумевают внесение незначительных изменений в системы. Они также останутся уязвимыми, будут иметь централизованных посредников. Но, возможно, мы сможем вновь участвовать в демократическом процессе, чего хотят молодые люди, увлекающиеся технологией и разбирающиеся в ней. Заставить правительство немного подвинуться, использовать демократию, правительство и конституцию, чтобы вернуть конфиденциальность. Будет ли это более продуктивным, чем создание новой архитектуры? Оба эти подхода имеют свои серьезные проблемы. Да, это очень хороший вопрос. Что же нас спасет? Усовершенствуем ли мы нашу технологию? Спасем ли мы нашу демократию? Демократия переживает проблемы во всем мире. Это нетрудно заметить. Все больше стран, которые традиционно считались чемпионами свободного, либерального порядка, сегодня отчаянно борются с очень темными силами внутри страны. И вы все это видите. Это происходит внутри вашей страны. И так как это происходит во многих разных странах с разными системами, возникает вопрос, что же конкретно сейчас изменилось, и как мы можем это исправить? Я не политик, поэтому не хочу предлагать здесь свои решения. Но я считаю, что, во-первых, нужно понять, что только мы сами можем решить эту проблему. Мы не можем ждать, пока кто-то решит ее за нас. С такого рода параличом я столкнулся, когда работал в АНБ и увидел, что мое правительство нарушает права всех людей в моей стране и в других странах мира. Я был удивлен, что мы еще ждем, что кто-то может решить проблему за нас. Мы не можем ждать. Я видел, как избирался Барак Обама. Он проводил кампанию, основанную на прекращении необоснованного прослушивания телефонных разговоров. Он говорил, что мы не такие, мы больше не будем этим заниматься. В действительности же он не только не прекратил эту деятельность, но и расширил ее. Он увеличил количество атак дронов, незаконных убийств и многое другое. Но дело не в Обаме. Дело в том, что у нас есть политики, которые проводят кампании с обещаниями реформ, политики, которым мы доверяем. У нас есть основания им доверять. А в итоге они же только и портят эту систему. Возможно, нам пора забыть о статусе КВО. Конечно, технология не может решать все наши проблемы. Но если посмотреть на законодательство всей истории цивилизации, как на гаранта, единственного гаранта прав в обществе, то мы увидим, что законодательство плохо справляется со своими обязанностями гаранта прав. Мы можем найти новые средства для укрепления своих прав, законов и ценностей с помощью технологии и протоколов, хранить свои ценности в системе, которая не разрушится из-за типичного и предсказуемого, некорректного поведения людей. У нас у всех есть слабости, все мы совершаем ошибки, все мы находимся под давлением. Но машины отличаются от нас. Да, существуют уязвимости, и да, мы можем все испортить. Но мы можем заложить первый кирпичик, а затем наши последователи продолжат это дело, что в итоге приведет к созданию основы для более лучшего и свободного мира, в котором каждый будет иметь свои права. Давайте не создавать антагоническое общество. Давайте создавать совместное прогрессивное общество, основанное на базовых ценностях, базовых возможностях, которые нам нужны. Нам нужна возможность свободной и конфиденциальной торговли. Нам нужна возможность связываться друг с другом без страха, без опасения, что за нами следят. Это не значит, что слежку нужно прекратить. Правительство может выполнять свои обязанности, пока мы не перейдем в новый, более совершенный мир, когда необходимость в старом мире отпадает. Но сегодня мы не знаем, как должен выглядеть этот мир. Нам известны только проблемы, которые есть сегодня. Это оказывает серьезное влияние на положение вещей. Легко жить в Германии, в США и думать, да, правительство нарушает законы, да, оно следит за нами, но это не так уж и важно, моих соседей не отправляют толпами в лагеря. И это правда. Но в мире есть и другие места, например, Турция, Россия, Китай. Если мы хотим сделать мир лучше, вернуть конфиденциальность, то нужно защищать права всех и каждого. Если мы будем делать это выборочно, и любое учреждение сможет забирать эти права, в зависимости от случая, будь то правительство или корпорация, или кто-либо еще, то неизбежно они начнут это делать, и чаще всего нечестным путем. Основываясь на истории, можно сказать, что зачастую эти учреждения на свой выбор решают нарушать определенные права своих оппонентов или нет, независимо от того, делают ли последние что-то не так. Вопрос в том, получают ли они одобрение или нет. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, поддержите проект, переведя «Немного биткоинов» по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.